Музыка А рядом со мной член жюри, продюсер, преподаватель вокала объединения рок-урок, шоу Мэтт, в конце концов мастер ипотажа Майк Кремлин. Майк, здравствуй. Приветствую. Ну что ж, расскажи, чем лучше всего саппатировать, так скажем, наших участников, которые сейчас здесь собрались, которые готовы через несколько минут выйти на сцену? Ну, саппатировать нужно, естественно, своим творчеством. Чем оно ярче, тем ипотажа больше. Ну, конечно, я могу сейчас сказать, давайте снимайте штаны, творите всякую непотребность. Это, конечно, тоже можно, это будет эффектно. Я, естественно, оценки за это повышу, а если еще будут, конечно же, как бы сказал, ныне закрыты в Черногории, а, естественно, Сергей Евгеньевич Троицкий. Отлично, отлично. Нужно устраивать чат Кутежа, например. А вот, да, и голых телок побольше. Но сейчас здесь, я так смотрю, этого нету, поэтому нужно удивлять своими хорошими песнями. И, как говорится, сказал бы Лев Валерьянович Лещенко. Лев Валерьянович Лещенко. Удачи всем, мои дорогие, хорошие. Настало время гремять костями. Давайте, выступайте хорошо, всем бодрости духа, например. И, значит, помнишь, Серёня, как ты мое поздравление заснял? Да, да, да. То бишь, я там голосом джигурды разговаривал. Нормальный, там, да, оба! Так, эти, сейчас, погоди, мы начнем. Так мы уже начали, просто мы молчим не говорим. Да, мы молчим не говорим. Просто как-то был случай, значит, у Димы Четвергова юбилей был, ну, концерт назывался «Сад» длиной в 30 лет. И, значит, и Никита там тоже был. А мы сидим за столом с этой, как его, с Катей Бочаровой, там, пьянствами, там, все дела, как бы, там, этот, Коля Агутина, этот, папа Лёня Агутина, вот, ну, пьяненький уже там сидел. Я уже там свой сет отпел, рок-н-ролл там сидел. А ну, а все знают, что я голоса пародировать умею, там, я там говорю, уважаемым притиянием, я хоть там уже какой-то год лежу в гробу, ну, готов и забираться, ну, третий срок, ну, там, все-все, ха-ха-ха-хи-хи-хи. И Коля Агутин так у меня говорит, слушай, а Джигурду-то можешь? Я говорю, да фигня. Ну, я что-то там за столом, за рюмкой сижу, а я нормальный русский мужик, там, да-да-да-да-да-да-да-да. И тут нифига так по плечу вот так вот, ну, что? Я такой думаю, сейчас по морде даст мне. Ну, он говорит, а типа, пойдем. Я говорю, ну, ладно, пойдем, что-то. Два здоровых такие сели, значит, за столик. Ну, и потом Никитушка начал уже обычным голосом нормальным разговаривать, как, не таким, как, ну, кто знает, тот поймет. Вот, ну, что, теперь, наверное, нам что-то надо по делу сказать, какую-нибудь телегу. Да мы уже, мы сколько уже по делу, ты говорим. Телегу как-нибудь там поправить. А кого, подождите, а кого еще вы можете так же вот слегку? Помимо Ельцина, да. Ну, помимо Ельцина можно там, допустим. Ты что снимаешь, репортер? Однозначно. Ты ходил на выборы. Ты выбрал ЛДПР. Я возьму... Подонок. Да, подонок. Однозначно, журналист. Супер, как же, как же такой, такой талант, как зовут? Ну, такой талант зовут на свадьбы, похороны и другие мероприятия. Ну, зовут Майк Кремлин, скромно, так? Скромно, тем не менее. Скромно, тем не менее, в образе. Скромный подонок такой вот. Так еще и рыжий. И рыжий, да, да еще, гадина такой. Ну, слушай, Майк, расскажите, что вы сегодня будете исполнять, помимо, конечно, Джигурды Ельцина. ну что если я сегодня в жюри сидеть буду вроде как там да ну исполнять я не знаю там может гол голый буду бегать вокруг сцены но есть конечно попросит разберемся там как но не зачем творить какие-то там дела там кит говорить разные там телеги толсты там но это после в это уже после пожурить пожурим дак не почему можно и во время как пойдет ай-яй-яй непозволительные вещи вы сейчас говорите на камеру ну как непозволительно пиар это такая штука как бы здесь нужно быть в тренде как сейчас фриков тоже любит как вот вот то же сам никитушка там да никитушка привет для тебя вот так что нужно валить дурака на что такое музыка если подходить к этому серьезно да как какой-то научной работе да но скукота это невозможно как нам нужно быть в меру клоуном да допустим то что иначе как бы но это будет ну угле унылое говно как ну как еще назвать значит это будет неинтересно нужно шокировать народ нужно удивлять потому что если все так вот ванильно да можно превратиться в доме на секунду микрофон можно конечно корзон корзон естественно круто как иосиф давыдович я был на его концерте как несколько лет назад он еле ходит да как бы но там такая труба как бы он вышел с пианистом это был на юбилей то то ли могилевского и самоосветов ну конечно потрясающий естественно артист как бы дай бог ему здоровья долгих лет как бы и мак но вы считаете чем можно так скажем обеспечить себе стопроцентный пиар мы здесь вот вот давайте мы разберем какую-нибудь ситуацию и не знаю там а прибить там что-нибудь частичку себя на красной площади да ну да это как слишком это уже было первым ну да вот а вот чтобы такой эдакой но стопроцентный успех это естественно обнаженные девицы ну как нет но нет но это это по всему миру ну как бы такой типа тренд да нет а вообще на самом деле вот я вот буквально несколько месяцев назад хотя этот ролик уже довольно старый увидел видео контент на ю тубе где типа почитают рыбчину но только люди в костюмах там пушкина достоевского там и же с ними да там и все это припо преподается под литературным соусом это на самом деле это круто это не не тупая банальщина какая-то да там петь любовь морковь я тебя там ты меня там и же с ними да как довольно интеллектуально и есть нет ни не который а позыв что читайте не только рыбчина но просто читайте книжки они пяльтесь тупо в ящик и сидите как бараны бездумные да все нужно делать естественно вкусно и с умом потому что если просто показать голых девиц тех же самых да вот если так говорить действительно серьезно да но это по это половина успеха как бы ну да там какие-то просмотры в любом случае будут там прыщалых подростков которые будут смотреть на эти голые красивые телеса там да и все знают что будут делать да но это к искусству естественно не имеет никакого отношения поэтому нужно постоянно что-то изобретать потому что время меняется меняется вкус и меняется тенденции и то что к хилял и и ну или котировалась 10 лет там даже пять лет назад как бы сейчас не факт что это будет также поэтому нужно что-то изобретать нужно удивлять самое главное я бы хотел бы посоветовать в том числе и нынешним конкурсантам которые будут сегодня на этом замечательном конкурсе выступать нужно всегда быть оригинальным хорошо спеть хорошо исполнить какой-то номер это недостаточно нужно изобретать какую-то свою фишку чтобы это было ново может быть да злободневно чтобы это было интересно здесь и сейчас потому что естественно как бы выступают где мы здесь и сейчас они когда-то там вчера позавчера там или завтра или послезавтра поэтому здесь нужно прекрасно понимать исполнителям то что нужно всегда придумывать какие-то может быть маленькие вставки ну помимо исполнения своих песен там каких-то да хороших замечательных иногда не очень потому что все песни хитами быть не могут соответственно во всех пластинках есть как некие так называемые проходные песни ну и поэтому на будьте оригинальными не боя не бойтесь смеяться над собой как говорится слушайте советов советов тоже мне сказал слушайте советы профессионалов и будет вам сказка как говорится как скучно жить без светлой сказки копается в песне группы круиз всем счастья здоровья приходите кстати на концерты группа круиз администратором который я являюсь на данный момент всем рок-н-ролл и добра и света ухууу так все а теперь сейчас представлялочку что ж я думаю все уже уселись все заняли свои места у всех отличное настроение судя по улыбкам жюри я думаю Что настроение будет хорошее не только у них, но и у них.